Всем привет! С вами Игорь и сегодня мы посчитаем какие же теплопотери моего дома 60 метров квадратных в ваттах в час. Ну это такой показатель широко распространенный, поэтому каждому было бы, я думаю, полезно знать и посчитать свои теплопотери для того, чтобы хотя бы понимать, надо утепляться еще или может быть, ну хотя бы для сравнения с другими показателями. Вот, писали мне там, что надо ориентироваться примерно на 100 ватт теплопотери из квадратного метра в час, ну я считаю, этот показатель был принятый еще в Советском Союзе очень давно, я считаю, что этот показатель сейчас это вообще не актуально, ну вообще никак, это надо отбросить и даже не ориентироваться. Эти 100 ватт на квадратный метр, это дом с бетона, наверное, вот эти вот панельные дома с бетона строили, это там такие были теплопотери. Сейчас такие теплопотери неприемлемы вообще для частного дома, вообще, ну от слова совсем. Итак, считаем, кстати, кто первый раз зашел на мой канал, мой канал по альтернативной энергетике, там как можно экономить на отоплении, тепловой насос, солнечный коллектор, солнечная электростанция, все, заходите, плейлисты там смотрите. Так, как я считал, есть очень простая схема посчитать, не надо никакие там высчитывать теплопроводности, я там смотрел в ютубе тоже, как посчитать, там, ой, там как начинают считать эти теплопроводности материалов, какие-то сложные формулы, там такие вычисления на всю страницу, зачем это надо? Не, я согласен, если у вас новый дом, там вы только строитесь, вот, и посчитать хотя бы примерно, и то это будет очень приблизительно и не точно по теплопотерям, но если уже у вас есть готовый дом, и если у вас есть готовая система отопления, вы уже отапливаетесь, то посчитать это проще простого, теплопотери дома. Итак, вот какой принцип подсчета. У меня есть, ну, принцип подсчета, сразу скажу, от тепловыдачи вашего генератора тепла. Сейчас мы, короче, все разберемся. Итак, мой тепловой насос потребляет 0,9 кВт в час, 0,9 кВт в час, я это показывал по ваттметров, уже 100 раз, еще раз показывать не буду, примерно 850-900 Вт он вот так вот в час кушает, не больше, не больше, чем 900 Вт. Это совсем, совсем, с насосом, термометрами электронными, там, все это ерундой. О, с компрессором совсем. Итак, умножаем на коп, как я считал коп, тоже смотрите видео, там, в плейлисте про тепловой, все про тепловой насос, есть видео, называется, эффективность моего теплового насоса, по-моему, так, да, эффективность моего теплового насоса. Я на это видео еще, наверное, ссылочку оставлю. И у меня там получился коп 4,3 кВт. 4,3, это получается, ой, коп около 5, то есть там по мощности получается 4,3 кВт. Но мне писали там, что я немного неправильно посчитал, не отнял КПД компрессора от этого, ну, что компрессор тоже. Ладно, я согласен, поэтому я здесь написал, чтобы уже никто не писал, что я неправильно, я посчитал там что-то. Я здесь написал не 4,3 кВт, а 4 кВт выдает мой тепловой насос. Потребляет 0,9, выдает 4 кВт тепла. Работает он у меня примерно 0,5 времени за сутки. 0,5 это получается полсуток, полсуток, 12 часов, ну, это уже 12 часов ближе к максимуму, это почти максимум. Ну, может быть, там он еще и больше может работать, но это очень редко, когда сильные морозы, но об этом позже. Ну, допустим, вот так вот работает до 0,5 суток. Это значит, что 2 кВт у меня выдается круглосуточно. Благодаря теплоаккумулятору это все выравнивается. 2 кВт, 4 кВт полсуток, 2 кВт круглосуточно. Что это значит? 2 кВт круглосуточно нужно моему дому для компенсации теплопотерь. Вот. Я считаю, это немного. Дальше мы эти 2 тысячи ватт, 2 кВт делим на 60 метров квадратных. Кстати, вот даже перед видео взял и посчитал, опять перемерил свой дом, у меня вышло 62 метра квадратных. Хотя я писал почти 60, ну, там 60, ну, будем считать 60. Вот так вот. В среднем возьмем 60 метров квадратных, без там 1, 2 или почти 60 метров квадратных. 2 тысячи ватт мы делим на 60 метров квадратных, и у меня получается, как вы уже видите, 33 ватта потерь на метр квадратный в час теряет мой дом. Чтобы вот это вот, то есть мне нужна вот такая вот мощность, 33 ватта на метр квадратный в час, или 2 кВт на 60 метров квадратных, чтобы компенсировать теплопотери моего дома и поддерживать температуру в пределах 18-20 градусов. Но, сразу говорю, это я считал для средней зимней нашей температуры. Вот я даже только что, опять же, перед видео залез в интернет и уточнил, у нас получается средняя температура в моем регионе, где я живу за зиму, это около нуля градусов. Около нуля. Эту зиму, даже вот эту зиму уже есть сводки за декабрь, то даже декабрь был выше нуля. По-моему, там, насколько я помню, 1,5 градуса было средняя за декабрь. 1,5, плюс, плюс. Вот, так вот, в основном, за зиму, за прошлую зиму там сводки были плюс 0,6 за какой-то месяц. Вот не помню, как там по месяцам. За один месяц было минус 1,6. И за один там что-то тоже минус 1. Ну, короче, можно принять свободно за 0 градусов, тем более, что зимы теплеют, и следующая зима, каждая зима, даже вот если посмотреть статистику, каждая следующая зима теплее запрет. Короче, 0 градусов можно принимать для расчетов для моего региона свободно. Почему я взял именно вот эту среднюю температуру, а не, как некоторые там говорят, что надо вот брать максимальную температуру, минус 20, минус 25. Зачем? Зачем брать такую температуру? Если вы, например, зайдете на сайты продавцов тепловых насосов или производителей тепловых насосов или продавцов, то там везде, везде советуется не рассчитывать свой тепловой насос, мощность на самую холодную пятидневку зимы. Почему? Потому что получаются вот такие капиталовнажения, они абсолютно не целесообразны. Вы переплачиваете за тепловой насос, за такой довольно заводской тепловой насос, это дорогостоящая и так установка. Но вот этих ради пяти, шести, семи дней, ночей даже сказать, ночей, вы переплачиваете, ну, чуть ли не в два раза за вот эту вот повышенную мощность, там тоже примерно мощность будет в два раза. Зачем? Это совершенно не целесообразно. Поэтому они советуют подтопить каким-то другим отоплением. Да даже обычный ТЭН врезали там, есть, кстати, многие тепловые насосы, да не многие, а воздушные, в основном все, воздух-вода, воздух-вода. Тепловые насосы, которые на воду работают, у них уже стоят в этом внутреннем блоке водяном врезанные ТЭНы вот на такой случай. На случай сильных морозов, они там просто включаются и помогают этому тепловому насосу. Затрат на электроэнергию они много не подтянут, потому что они будут очень редко включаться, я же говорю, пять, шесть, семь ночей за всю зиму. Но зато вы сэкономите на избыточной мощности теплового насоса. Это есть целесообразно. Тем более, все, кто меня смотрит, у вас и так уже есть какое-то отопление, вы же там не собираетесь вот с нуля делать все это, тепловой насос. У вас есть какое-то отопление газовое, твердотопливное, какое-то уже есть. Просто не выкидывайте его. Врезаете в систему тепловой насос, желательно с теплоаккумулятором, и пускай ваша старая система отопления будет как резерв. Как резерв. Если там мороз, минус 15, 20, 25, вы просто затопили, включили тот же газовый котел, включили тот же тен 2-х киловаттный, врежьте себе в систему отопления. Что там этот тен врезать, там колба такая, даже самодельный электрокотел сделать. Колба металлическая, тен вставили, вварили, заварили это все. Патрубки соединили и все. Включите его ночью по ночному тарифу, по ночному тарифу включите тот тен, и он поможет вашему тепловому насосу справиться в приборозах там ниже 10, 15, 20, 25 градусов. Это у вас будет, вы его включать будете, я же говорю, 5, 6, 7 ночей за всю зиму. Все. Зачем такой ставить мощный тепловой насос? Это есть нецелесообразно. Или дровами, или газом даже. Вот. Ну, многие скажут, эта цифра нереальная, 33 ватта за метр. Это я вам скажу не то, что нереально, это еще и много. Это еще и много. Да. Вот как это ни странно. Вот я говорил с одним своим знакомым, буквально на днях, у него пошло, он газом топит, газом топит, но на выходных протапливает камин. Камин. Ну, так как я тепловым насосом топлю, но на выходных там раз протоплю дровами. О, а он протапливает камин. Но камин у него сделан и правильно, так в виде печки, с дверкой стеклянной. Все там, большой объем теплоаккумуляции, все такое. Хороший камин у него. Дом отлично утепленный, около 100 метров квадратных. Так вот, он заплатил за декабрь, ну не заплатил, а напалило у него газовый котел, 120 кубов газа. 120 кубов газа на 100 метров квадратных. Натопил у него. Но, он еще протапливает камин, как я уже сказал. Допустим, мы еще отбросим этот камин и добавим еще 30 кубов газа вместо камина, да, для компенсации как бы. Возьмем 150 кубов газа. 150 кубов газа у него пошло. Вот я тут даже прикинул немножко, подсчитал уже, чтобы потом не считать. 150 мы делим на 30, 30 дней в месяц. Получается, 5 кубов газа у него уходило в сутки. 5 кубов газа умножаем на 9 киловатт мощности. То есть, 9 киловатт часов получается, да. То есть, получается, что, ну, сжечь 1 куб газа, если мы сожгли, мы получим около 9 киловатт часов тепловой энергии. Ну, это такие расчеты я нашел в интернете. Вот, там они могут быть спорные, где-то больше, где-то меньше. Ну, возьмем то, что я нашел. 9 киловатт, да. То есть, за сутки у него получается 50 киловатт часов. То есть, то же, что и у меня. Ну, если там 9, это я округлил 50, там на 9 меньше. Но у меня тоже получается, вот видите, 2 киловатта круглосуточно. Если за сутки, то 2 на 48, получается, 2 на 24, 48 киловатт часов. То есть, получается, у нас с ним одинаковые теплопотери дома. Но у меня 60 метров квадратных, товарищи, у него около 100 метров квадратных. И такие же теплопотери. Дом у него старый, глиняный, деревянный, точнее. Там он с глиной. Ну, у нас так вот в регионе раньше строились там дерево, глина, все такое. Вот. Потом еще снаружи утепленный минваттой, обитый блокхаусом деревянным. Сверху тоже минватта. Ну, короче, дом хорошо утепленный, отличный. Вот и посчитайте, если у меня 33 ватта теплопотери на 60 метров квадратных, а у него тех же 2 киловатта, получается, потребляет дом, но на 100 метров квадратных. Представьте себе, какая у него эффективность. У него даже меньше, получается, 30 ватт. Наверное, где-то около 25 ватт выходит на метр квадратный. Так что это не фантастика, это реалии нашей жизни. Вот в чем, собственно, и весь фокус. Видите, весь фокус. Кто-то там может думать, что фокус, да, вот это вот именно в тепловом насосе моем, да, что он такой супер-пупер эффективный. Да, он эффективный, я согласен, я его пропагандирую и всем рекомендую. Но без утепления он ничего не стоит, понимаете. Он вообще без утепления моего не справился. То есть, это, ну, вообще не. Он даже круглосуточно обработал и не справился. То есть, я, например, оценил бы вот эту всю экономию где-то примерно 50 на 50. Вот этот результат, моя платежка, все, это заслуга примерно на 50% утепления и на 50% теплового насоса. Хотя, я даже склоняюсь к утеплению дать больше заслугу. Наверное, процентов 60 даже. А может быть и даже 70. И только 30-40 к тепловому насосу. Потому что, если вы утеплитесь, опять же, то, в принципе, все равно даже, чем вы будете топить. Как я вот только что показал газом, да, человек газом топит, 150 кубов, даже без камина. Ну, что такое, даже по 8 гривен, ну, он будет дороже, конечно. Может, посчитать даже по 8, вернее, 100 кубов, 800 гривен для дома 100, ну, 800 плюс там еще 50, да. Ну, конечно, больше, чем у меня. Я заплатил за декабрь около, почти 300 гривен. А тут 800, конечно, да. Тепловой насос, это классное отопление. Но еще раз, без утепления, это, ну, это зря потраченные деньги на тепловой насос. Видите? То есть, результат, это комплекс, опять же, комплекс действий. В первую очередь утепление, во вторую очередь тепловой насос. И у вас получится вот такая вот цифра, а, соответственно, и платежка в 277 гривен у меня за декабрь. Я уже вот, видео такое вы видели, да. Вот, вот то, что я хотел и показать в этом видео, и объяснить, да, чтобы люди не думали. Вот, вот, момент истины, да, момент истины. Вот, в чем причина моей низкой платежки. В минимальном, минимальных теплопотерях дома. Минимальных. Вот, а если я же говорю, там мороз, но это рассчитано около средней зимы, средней зимовая у нас, около 0 градусов. Если мороз, то мне ничего не стоит занести вот так вот дров на руку взять, разок или два протопить. Вот, я на сегодняшний день, пол зимы уже прошло, я спалил, ну, где-то возик дров. Ну, может быть, чуть-чуть больше возика. Это у нас было на сегодняшний день, три ночи было минус 15. Всего-то три ночи, когда было минус 15. Минус 20 еще вообще не было, может, еще дальше будет, но я не знаю. Но минус 15, три ночи. Поэтому делать, опять же, тепловой насос, рассчитанный так, чтобы он компенсировал за эти три ночи или пять ночей за всю зиму полностью, это, ну, в моем понимании, это все равно, что купить грузовик, чтобы в нем возить два-три возика песка. Две-три тележки песка. Ну, зачем покупать грузовик? Купите возик себе и возите возик, чтобы он работал хотя бы на половину мощности, а не на 10-20%, но за то, чтобы компенсировал вам сильные морозы, теплопотери. Это не целесообразно, еще раз говорю. Поэтому тепловой насос лучше рассчитывать на средне-зимнюю температуру, это в моем регионе около нуля, 0-5, вот так вот рассчитывайте. А в случае чего, дотопите там каких-то несколько дней за всю зиму чем-нибудь другим, тем же газом, это вам копеечку не влетит, дровами или даже просто электротеном, включенным по ночному тарифу и врезанным в систему отопления. Ну, вот и все, что я хотел рассказать. Пишите, что вы об этом думаете. Думаю, сейчас там развернется под видео дискуссия очень интересная. Вот, я отвечаю всем, спрашивайте, что кому не понятно. Все, всем пока, до следующих видео. Вот, не все еще, не все я сказал. Пожалуйста, напишите свои теплопотери дома, прикиньте, посчитайте. Вот, по такому, например, принципу, это можно посчитать и в плане дров тоже, там, киловатт, час, сколько, я уже не помню, газом вы топите, дровами или электричеством, вообще проще. Это несложно посчитать, вот, по такому принципу посчитайте. Это будет очень полезно и моим зрителям, и мне интересно, для сравнения наших теплопотерь наших домов, чтобы выяснить, есть ли еще куда расти в плане утепления наших домов. То есть, стараться еще более экономить и утеплиться. Ну, все, теперь все, всем пока и спасибо.